16-летний Никита, учащийся Минского областного кадетского училища, увлекается издой на велосипеде, шахматами, футболом и рисованием. Главным в жизни считает семью и детей. А главное в людях – доброту и честность. Никита любит животных и с удовольствием проводит время с четырёхлапым другом, наслаждаясь каждым днём. Но в августе 2016 года всё изменилось. Авария, реанимация. В конце сентября Никита вышел из комы, находясь в вегетативном состоянии. Сейчас Никита в Аксаковщине – Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации. Я не хочу ничего плохого сказать про наших врачей, они все молодцы, но приводят ребёнка на положение паллиативного больного и сказать только уход за ним. Потому что очень глубокая якобы травма черепа мозговая, то есть диффузно-акциональное повреждение, то есть очень тяжёлая травма, поэтому сказать только уход за ним. Хотя ребята, которые нас курируют с Москвы, тоже специалисты, и нейрохирурги, и нейрохирурги, и неврологи, они говорят, что есть шанс. Когда Никита вышел, могу неправильно сказать, из комы, открыл глаза, но ещё не здесь и не там, есть возможность, он находится в этом суппорте, состоянии суппорта. То есть в этом состоянии ещё можно ему помочь, в первые месяцы в этом состоянии, картинки эффективные, то есть какие-то, то есть то, что может оживить память, ещё что-нибудь, сработать, как говорится, как щелчок какой-то. Вот это нужно использовать максимально быстро, то есть время уже идёт. Поскольку возможности проведения необходимых процедур в Беларуси нет, родители обратились в клинику, находящуюся в Германии. Они согласны взять нашего ребёнка, предложили первичное какое-то лечение, будут диагностировать его, ну и, соответственно, будет реабилитация с помощью машин, то есть нейропсихологов и всех специалистов, которые у них есть. Был какой-то шанс ребёнку восстановиться, хотя бы, ну, то есть, не говорить там уже, бегать, прыгать и всё остальное, но хотя бы, чтобы он мог уже самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой таким вот образом. После рассмотрения случая Никиты, его показатели и состояние здоровья был назначен перечень необходимых процедур и выставлен счёт за лечение в 70 тысяч 200 евро. Самостоятельно семья не справится, к сбору средств присоединилась общественность, помогают семье и волонтёры. Мы узнали об этом случае ужасном из группы ВКонтакте «Солигорские автолюбители». Изначально обратились к администраторам группы «Солигорских автолюбителей» о том, чтобы разместили пост о сборе денег на лечение детишек. Спасибо огромное всем, кто откликнулся, кто до сих пор помогает. Сбор продолжается до сих пор, потому что нужны очень большие деньги на лечение, отправить Никиту в Германию. Родители замечательные люди, воспитали замечательных детишек. Папа совсем старается справиться сам. Он на Минск, в Москву, куда угодно, хватается за каждую ниточку, чтобы помочь, чтобы в правильное русло направить свои силы. Маме Ольге тоже тяжело. Она поддерживает мужа, вот-вот рожает каждый месяц, каждый день, точнее, ездит в Минск. И к Никите навещают Никиту, Алину, все вместе занимаются они. Поэтому просим вас, мы помогаем, просим вас помочь в этой сложной ситуации. Связаться с волонтерами можно по телефону, указанному на экране. На призыв откликнулись некоторые предприятия района, в том числе и Солигорский телеканал. Сбор средств на реабилитацию Никиты Шалаева продолжается. Открыты благотворительные счета. Помочь можно и с помощью мобильного телефона. Пополнить баланс 8 029 879 52 03. В ближайшее время в Солигорске также появятся урны для сбора средств.